Мы заинтересованы и уже направили просьбу рассмотреть нашу заявку на три агрофирмы. Это одна агрофирма в Лаишево, две агрофирмы в Кукмаре. И сейчас серьезно думаем о том, чтобы еще одну, третью агрофирму в Кукмаре взять. И суммарно четыре агрофирмы, компания «Просто молоко Агро», будет заниматься конкретно молочным животноводством. Молочным животноводством заниматься выгодно. При соблюдении, конечно, определенных условий и при наличии момента прямой реализации молока переработчику, это достаточно серьезная рентабельность, поскольку себестоимость килограмма молока в зависимости от производителя варьируется от 14 до 16 рублей, ну, по крайней мере, я могу сказать по своему личному опыту. Вот. Стоимость реализации, вам, как говорить, базовую с НДС или без НДС. Но, чтобы вас не путать, да, можно сказать так, что вот на сегодняшний день у нас самая высокая закупочная цена, наряду с «Эдельвейсом», с нашим сместным подразделением компании «Денон французский», мы покупаем молоко где-то 29-30 рублей за один килограмм. Это хорошие деньги. Самое главное, конечно, вопрос, чтобы они доходили до производителя, потому что есть целая прослойка там посредников бывает, это уж другой момент. Поэтому, то, что касается лично нас, нашей компании «Просто Молго Агро», которую мы создали для работы на наших сельхозактивах, которые, мы надеемся, нам разрешат приобрести, я считаю, что год-полтора для того, чтобы возобновить и кормовую базу, и применять нормальные современные технологии, позволит вывести на уровень такой хорошей рентабельности все эти агрофирмы. Что, кстати, вот на примере успешных хозяйств мы можем смотреть, да, вот как в Кукмаре, вы, наверное, слышали эти хозяйства Урал-Вахитова, которые, кстати, тоже выступили инвесторами на большую часть агрофирм Кукмарского района. Взяли они несколько агрофирм Кукмаре. Вот. То, что касается молокомбинатов, да, всем интересно, что, с чем будет работать компания «Просто Молоко». Это, в принципе, те же самые заводы, которые изначально мы взяли под прямое свое непосредственное управление. Это, прежде всего, Казанский молокомбинат, Челнинский молокомбинат, Мамадышский молокомбинат, Нижнекамский молокомбинат, Бугульминский, Новошишминский и Мусульманские заводы. То есть, вот такой куст. Причем, чем обусловлено такое наше решение? Мы диверсифицируем производственные площадки по номенклатуре выпускаемой продукции. Если Казанский завод – это целиком цельномолочка, кисломолочка, набережные Челны – это СТМ, Нижнекамская – это йогуртная группа наша, жидкие, ну, питьевые и густые йогурты, Мамадыш, понятно, это сыр, Бугульма – это плавленые сыры и сыр, Новошишминский – это сом, Мусульмова – тоже сом, сыворотка. То есть, по большому счету, ту программу, о которой я вам уже несколько раз рассказывал, по производству полного цикла молочных продуктов, это 360 градусов, единственное, чего нам не хватает – это детского питания и сливок, но это дело может быть там, какого-то относительно далекого будущего, мы, по большому счету, производим весь спектр молочной продукции.